Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Хочу задать вам один вопрос. Вы когда-нибудь пробовали замораживать выпечку? Я пробовала, но в основном я замораживала блинчики или хлеб, когда мы уезжали в долгую поездку и жалко было оставлять хлеб, иначе он бы у нас пропал. Так я его замораживала и мы его потом кушали после разморозки. И вот в преддверии начала учебного года я пришла к такому решению заняться вплотную этим вопросом, заморозить как можно больше выпечки, потому что я немного ленивая, и ребенок у меня будет ходить в этом году в первую смену. Раньше он ходил во вторую смену, было попроще, а теперь в первую смену я практически на 100% уверена, что после лета мне неохота будет вставать рано утром, готовить ребенку завтрак, там что-то жарить, парить, варить. И поэтому я решила заморозить выпечку, и потом при необходимости к завтраку я ее буду размораживать, разогревать и кормить ребенка хорошей домашней выпечкой с вкусным молоком, чаем или какао. Есть несколько правил по заморозке выпечки, что можно вообще замораживать. Можно замораживать, как я уже сказала, блинчики. Это могут быть блинчики как без начинки, так и с различными начинками, например, творогом или мясом, самое распространенное. Также хлеб можно замораживать. Затем всякие пироги, бисквиты, пирожки, сырники. Список очень большой, но я вам потом в конце покажу, что я в итоге заморозила. Какие запасы у меня уже есть, я планирую их делать еще больше и больше. Но пока что покажу то, что у меня есть. И главное правило замораживать только свежеиспеченную выпечку. Не ту, которая у вас осталась со вчерашнего или с позавчерашнего дня, которую вы не успели съесть или не захотели доедать. А именно вот вы сегодня испекли, например, бисквит или пирожки, сырники. Нужно полностью остудить эту выпечку абсолютно, чтобы она была холодная. Упаковать без доступа лишнего воздуха в пакет или в контейнер хороший и заморозить. Следующее правило, как мы будем размораживать. За несколько часов до употребления в пищу этой выпечки замороженной. Например, если вы хотите позавтракать этой выпечкой, то я вам рекомендую с вечера достать эту выпечку из морозилки, поместить ее просто в холодильник. И до утра она у вас разморозится в холодильнике. И утром вы уже к завтраку разогреете эту выпечку в духовке, на сковороде или в микроволновке, в зависимости от того, что вы испекли. Например, блины можно разогреть в микроволновке или на сковороде. Пирожки можно разогреть в духовке или в микроволновке. По такому принципу. Сейчас я вам покажу, что я заготовила. Так что оставайтесь со мной. Итак, у меня запас пока что небольшой. Я замораживала с той целью, чтобы на один раз на нашу семью достал пакетом или контейнер, поскушал и все. Например, что у меня здесь? Это у меня пирожки с картошкой и печенкой. Вот 4 штучки. Нас четверо в семье. Я 4 штучки заморозила в контейнере. У нее такие замерзшие. Просто в обычном контейнере под плотно закрытой крышкой. Далее. Тут я заморозила ватрушки. Тоже 4 штучки. Предварительно их охладила. Положила. Вот так они не слившиеся между собой. Все здесь нормально. Такие вот они замерзшие в плотно завязанном пакете. Здесь у меня просто обычные булочки. Такие вот посыпанные кунжутом. Здесь у меня их 8 штук. И здесь вот буквально сегодня я делала блинчики. И 8 штучек я заморозила. Эти блинчики у меня без начинки. Мы, скорее всего, их будем кушать с медом или вареньем. Также их можно разморозить и начинить тем, чем вы хотите. Творогом, например, или мясом. И они прекрасно сохраняют свой вкус. И будет их приятно кушать. Итак, вы увидели мою небольшую заморозку. Я планирую в ближайшее время также заморозить шарлотку и бисквит. Я эти продукты также уже пробовала замораживать неоднократно. Мне нравятся они по вкусу после разморозки. Не думайте, что они теряют какие-то свои свойства. Я не пробовала замораживать торты с кремом, например. Но вот такие вот простые бисквиты или шарлотку с удовольствием замораживала. И на вкус она остается абсолютно такой же, как только ее выпекли. Эту выпечку. Главное герметично все запаковать и не держать, конечно же, рядом с мясными или рыбными продуктами, чтобы эта выпечка не впитала запахи от этих продуктов. Как можно плотнее закрывайте контейнер или завязывайте пакетик. Если вам интересна эта тема, то пишите мне в комментариях. Я буду по мере пополнения своих заморозок выпечки, буду вам показывать, что я замораживаю, делиться своим опытом с вами. Также буду вам признательна, если вы поделитесь своим опытом со мной, потому что я не то, что новичок, но я только познаю этот вид заморозки. И если вы уже замораживали выпечку, то делитесь тем, что вы замораживали, как вы замораживали, как вы это размораживали. В общем, давайте с вами обсудим эту тему. Мне кажется, это очень хорошая тема, актуальная для всех, особенно, мне кажется, для мамочек, которые постоянно заняты, которым не хватает времени на готовку, чтобы полноценно накормить свою семью, своих детей. И, мне кажется, заморозка вообще любых продуктов, не только выпечки, она очень облегчает жизнь нам. Поэтому давайте делиться своими секретами внизу в комментариях и обсуждать активно будем эту тему. Еще попрошу вас поделиться этим видео в социальных сетях, чтобы к нам присоединилось как больше людей, которые могут с нами также обсудить это. и поставьте лайк мне под видео. И подпишитесь на мой канал, ждите новых видео на эту тему. Я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok